А самым громком за историю двух чеченских конфликтов в уголовном деле неожиданно наступил в нем трагический конец. Полковник Юрий Буданов, осужденный на 8,5 лет за изнасилование и убийство чеченской девушки, был застрелен в центре Москвы в эту пятницу среди белого дня. Убийство в момент стало резонансным. Информация в сети стала распространяться мгновенно. Но к вечеру пятницы уже было известно, что сочувствующие полковнику могут устроить в Москве массовые акции. До понедельника, а именно на этот день назначены похороны. Московская милиция усилила меры безопасности возле дома Юрия Буданова и на Манежной площади. Накануне там пытались собраться все-таки националисты, чтобы почтить память убитого полковника. Однако акции не состоялась. Ее участников силовики задерживали у станции метро. Итак, кровная месть или провокация? Наш корреспондент Дмитрий Пичугин о версиях и об основных этапах дела Буданова. Это спланированная акция футбольных болельщиков. Матч «Спартак-Рубин». Но в этих лозунгах никто не заметит провокации. Призыв фанатов словно приглашение. После футбольной встречи завернуть за соседнюю улицу. А там, на Комсомольском проспекте, 38, дробь 16, возложить цветы. Всем, кто идет сегодня на футбол, стоит зайти на Комсомольский проспект с парой гвоздик. Это совсем близко от лужи. Они вспоминают не собрата по спорту, а, как оказалось, национального героя. 10 июня. Центр Москвы. Комсомольский проспект. Полдень. Убит экс-полковник Юрий Буданов. В тот день Буданов пришел в нотариальную контору. Он на несколько минут вышел подышать свежим воздухом. Во дворе экс-полковника уже поджидали. Профессиональный киллер сделал 6 выстрелов. 4 точно в голову Буданова. Преступники сразу скрылись на автомобиле Mitsubishi Lancer. Потом эту машину оперативники найдут подожженной в двух кварталах от места убийства. В салоне сгоревшего автомобиля обнаружат пистолет с глушителем. Одна из версий дерзкого преступления – кровная месть. Юрий Буданов. Полковник. Орден мужества за героизм чеченской компании. Его имя на первых полосах газет и журналов звучит на радио и телевидении. Вдруг образцового вояку заключают под стражу. Громкий скандал. Командира танкового полка обвиняют в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов маняет. Буданов убийца. Преступник. Его место. Каталашки. Накануне того рокового дня вся страна выбирала нового президента России. В честь такого события Буданов с полковыми товарищами устроил вечеринку. Уже на веселе однополчане открыли огонь по одному из домов чеченского поселка. А потом в плен захватят 18-летнюю чеченку. Ее жестоко изобьют, изнасилуют и тайно закопают. Буданов прошел пол Чечни с ничтожными потерями. За несколько месяцев один убитый. Но в боях Аргунского ущелья удачливого полковника будто прокляли. Снайперы-боевики жестоко избавлялись от подчиненных Буданова. За пять дней убиты 12 солдат и офицеров. Сослуживцы вспоминают. Полковник сильно переживал за каждого бойца. Украдкой плакал над снимками погибших друзей. Клялся, что разыщет того самого снайпера и все-таки вычислил убийцу. Снайпер-женщина Эльза Кунгаева. Артиллерия готова, нет? А? Запланировано в цели огонь. Залп. С Рождеством. Среди своих Буданова называли товарищ водовоз. За то, что выделял полковую машину для питьевой воды. Любая единица техники на войне – дефицит. Потом на суде Юрий Буданов вспомнит своего врага по ту сторону фронта. Тракториста. Бандита Тимир Булатова. Кто в плену чеченских боевиков жестоко расправлялся с безоружными русскими солдатами. Буданов никогда не говорил в суде много. Отказывался от последнего слова. Но здесь сказал – емко и категорично. Я согласен с адвокатом потерпевшей стороны, что все вопросы нужно рассматривать. Прежде всего потерпевшей стороны, потом уже моей. И делать из меня тракториста. Я танкист. И на уровень тракториста меня выводить тоже не надо. Пожалуйста. Юрия Буданова признали виновным. 10 лет лишения свободы. Суд также лишил Буданова звания полковника, ордена мужества и право занимать определенные должности в течение трех лет. Защита Буданова четыре раза подавала прошение о Будо. Но все бесполезно. Против досрочного освобождения Буданова руководство Чечни и правозащитники. Пятое заявление все же удовлетворили. И в середине января 2009-го Буданов выходит на свободу. Если Буданов абсолютно незаконно выйдет, вышел бы сегодня на свободу, то последствия были бы просто непредсказуемы. Самые реальные последствия заключались бы в том, что тысячи обиженных, которые есть в Чечне и на всем Северном Кавказе, стали бы обращаться не в наши суды, не в наши прокуратуры, а взяли бы автомат и пошли в горы. 19 января 2010-го года. Причистенко. Здесь снова обсуждает Буданова. Адвокат погибшей Эльзы Кунгаевой Станислав Маркелов требует возобновить уголовное преследование экс-полковника. После брифинга Маркелов вместе с внештатным корреспондентом новой газеты Анастасией Бабуровой отправляется в сторону метро Кропоткинская. Дальше огнестрельные выстрелы. Маркелов погибает на месте. Позже в больнице скончается журналистка. Последний письмен домой. А кто написал? Дорогие родители, любите меня, пожалуйста. На свободе Буданов скрывался от лишних глаз. Был только с семьей. Жена, двое детей. Его адрес не знали даже друзья. Это было его последнее интервью комсомолки. Апрель 2009-го. Военный обозреватель Виктор Баранец еще раз попытается разобраться в деле русского полковника. Я вам скажу только одно. Последние слова в этом интервью, которое он мне сказал, я его сейчас выставил на блоге. Я знаю, что я приговорен к смерти. Отец убитой чеченки Эльзы Кунгаевой живет с детьми и женой в далекой Норвегии. Там его политическое убежище и защита со стороны правозащитников и полицейских. Собаки, собачья смерть, я вот так и живу. Бог наказал. Обозреватель Эхо Москвы, специалист по Кавказу Юлия Латынина по поводу Буданова на слова никогда не скупилась. Так и называла. Убийца, насильник и садист. Она и теперь убеждена. Смерть экс-полковника не случайна и закономерна. Даже, может быть, если Буданову дали в меньший срок, но не рассказывали на суде, что вот он герой, что девушка снайперша. Не писали бы в блогах бесконечное количество раз, что вот так им и надо. И когда этой девке еще, так сказать, такая смерть мала, то не было бы ощущения такого чудовищного издевательства над правосудием. 10 июня, полдень. Московский дворик в центре города. У Буданова были планы на лето. Поездка за границу всей семьей. Дмитрий Пичугин, Александр Науменко. Вместе из России. И снова.